Если долго смотреть на небо, ты увидишь, как звездочки падают. Это я вам, мои ребятки, с радуги бросаю их лапкой. Эти стихи люди посвятили бездомному псу по кличке Кузя. Он жил во дворе Ленинградского проспекта. За несколько лет успел стать всеобщим любимцем. Провожал детей в школу, те целыми классами. Собирали деньги ему на ошейник и прививки. Взрослые покупали для Кузи лакомства. Вот косточки куриные купила, кушкам консервы купила. Я все время заходила, тоже приносила Кузю, подкармливала. Теперь вот его нет. О произошедшем неделю назад здесь говорят со слезами. В прошлый четверг Кузя исчез при странных обстоятельствах. Местные уверены, что пса застрелили. Есть даже те, кто утверждает, что видел произошедшее. А в Кузе я так говорил, там мешков много-много лежало, чуть-чуть. Они из этого пистолета, я не знаю, как кушал я, и выстрел такой резкий. Не слушай, ну, может, это не условно, резкий, глух. И она как туда побежала, и они сразу поехали сюда. Отловом бездомных животных в Ярославле занимается спецавтохозяйство. На эти работы из бюджета выделено порядка двух миллионов рублей. А собаки из Брагина в организации наслышаны. Здесь говорят, жалобы на агрессивное поведение животного поступали неоднократно. На территории школы бегает собака. Там вошайники, но единственное, что без, как говорится, людей, так скажем. Вот. Мы раз выехали туда, в эту школу, говорили с директором. Директор сказал, что, ну, с кем-то бегает собака там, с ребенком или как ли там, не знаю. Но собаку мы не трогали. Вообще не трогали. Потому что вошайники собака. По закону отловленных собак спецавтохозяйство отправляет на трехдневную передержку в приют. Вдруг хозяин найдется. Места здесь хватает не всем. Только за один месяц поступило 40 животных. Агрессивных собак мы однозначно усыпляем. Безнадежно больных усыпляем. А остальных животных стерилизуем, прививаем. И выпускаем, если нет у нас места, выпускаем там спустя пять дней в естественную среду обитания. За последние дни в приют поступили шесть собак. Дворняги Кузи среди них нет. У жителей остается надежда, что он пропал. Если собака так и не найдется, люди собираются подать в суд за жестокое обращение с животными. Светлана Доброхотова, Сергей Иватин. День в событиях.